Всем привет! Рада вас снова видеть на моем канале Захотеть Похудеть. Сегодня хочу ответить на просьбы сразу нескольких категорий моих зрителей и поделиться трехдневной диетой. Это моя палочка-выручалочка, когда необходимо быстро прийти в форму. У нас у всех бывают такие ситуации. Кто-то на диете находится, но к определенному празднику или событию не успевает на правильном питании сбросить лишний вес. И нужен вот такой вот толчок, чтобы раз-два и все готово. Кому-то эта диета может помочь. Это, знаете, как вот такой вот плавный мостик. Если человек питался неправильно и решил перейти на диетическое правильное питание, чтобы это было по максимуму безболезненно, вот эти три дня вам очень помогут. И также эта диета помогает тем, у кого застой в весе. То есть ты худела-худела-худела, потом бац, стадия оплата и вес не движется. Несмотря на то, что ты питаешься так, как и питалась до этого, когда вес уходил. Итак, перед тем, как я расскажу, какие продукты и что именно нужно готовить на завтрак, обед и ужин в течение этих трех дней, хочу сразу прояснить ситуацию. Вы знаете, я всегда максимально стараюсь подать информацию, чтобы это было прозрачно, честно и откровенно. Эту диету нельзя использовать более трех дней. Я прекрасно понимаю, когда ты видишь результат минус 2,5-3,5 килограмма через три дня, то многим хочется продолжить. Но этого делать не нужно. Диета краткосрочная и она рассчитана именно, чтобы не было никакого вреда для здоровья, она рассчитана именно на три дня. Ее также можно периодически включать в свой рацион питания, как разгрузочные дни. Затем на этой диете в течение трех дней за день вы должны выпивать не менее 2 литров воды. Затем к минимуму сводится употребление углеводов, полностью исключается хлеб и перекусы. Также исключен сахар, мед, сухофрукты и всякие вот такие вот вкусняшки, которые вы иногда себе позволяете на вашем питании. Я не говорю о неправильном питании, потому что я всегда, те, кто давно меня смотрит, вы знаете, что я придерживаюсь такой политики похудения. Тише едешь, дальше будешь. Можно себе позволять и то, и то, и то, но в определенных пропорциях. И когда речь идет вот в таком вот строгом русле, так скажем, вот через три дня я там должна быть стройной и красивой, то я использую такой метод. Итак, девочки, на этой диете также, потому что знаю, что будете спрашивать, можно пить чай, зеленый, белый чай, черный нежелательно, потому что в нем очень много кофеина, и, ну, я черный чай, в принципе, очень давно уже не пью. Кофе можно, но без молока, без сливок, без сахара, без меда, без каких-либо там подсластителей и сиропов. Можно тизаны, травяные чаи. И если вы хотите, чтобы результат был 3 килограмма, а возможно и выше, добавьте ежедневно 1 час пешей ходьбы. Неважно, то ли вы будете гулять в парке, то ли вы будете ходить на работу и с работы, или на беговой дорожке, или же подниматься и спускаться по лестнице, но час ходьбы должен быть, тогда результат будет вот такой вот великолепный. Я на себе все проверила, и я никогда не делюсь или какими-то рецептами, или какими-то там методами, способами похудения, если они, первое, неэффективные, и второе, если я сама на себе это не попробовала. Итак, девочки, я думаю, что за время моего предисловия вы уже подготовили блокнотики и ручки, и сейчас будете внимательно слушать и записывать меню. Итак, на завтрак овсяно-блин стандартного рецепта, стандартного размера. Если вы любите, по желанию можно добавить или шпинат в тесто, перед тем, как будете жарить, или же тушеную капусту. У меня, кстати, и овсяно-блин со шпинатом, и овсяно-блин с тушеной капустой. Эти рецепты есть на канале. Из напитков можете выбрать травяной чай, можете выбрать кофе, можете выбрать зеленый чай. Затем на обед готовим белую рыбу на пару, не красную, а белую рыбу. Я чаще всего покупаю хек, или запекаю его с несколькими дольками лимона в духовке, или же готовлю вот таким вот способом. Тоже добавляю травки, добавляю петрушку, укроп, лимон, и пароварка у меня два яруса. На одном ярусе идет рыбка, и сверху кладу брокколи, или же цветную капусту. Рыба в готовом виде должна составлять 150 грамм, и 100 грамм брокколи, или цветной капусты. На ужин в первый день этой диеты я готовлю омлет. Омлет я готовлю из одного цельного яйца, и добавляю белок еще одного яйца. Плюс 50 миллилитров молока, 2,5% жирности. Жарю иногда, смазываю сковороду растительным маслом, но там буквально чайная ложка идет. Иногда готовлю на сковороде с антипригарным покрытием. Вы знаете, разницы с маслом или без масла, как бы по весу, быстрее или медленнее уходит, я не заметила. Поэтому смотрите по своему желанию. Также к омлету можно добавить немного огурчика, ну буквально там 6-7-8 кружков. Но я чаще всего беру салат Маш. Он прекрасно сочетается с омлетом, плюс это клетчатка, плюс у него много белка. И по моим вкусовым предпочтениям этот салат мне очень нравится. Но вы смотрите сами, если нравится другой сорт салата или предпочитаете огурчик, это все допустимо. Второй день на завтрак 150 грамм творожка. Желательно, чтобы он был 5, но максимально 10% жирности. Одна баночка йогурта, тоже не сливочного, а жирностью 2,5-3%. Можно брать уже с фруктовым наполнителем. Можно дополнительно взять или один киви, или один мандарин, или четвертинку грибфрута, или половинку апельсина. Если не любите йогурт или по каким-то причинам у вас его нет, а диету очень хочется начать, можно взять 150 миллилитров кефира 2,5% жирности. На обед во второй день 150 грамм в готовом виде, отваренной или запеченной, или приготовленной на пару куриной грудки, плюс 100 грамм салата. Салат можно сделать из сезонных овощей. Вот, к примеру, сырая морковь, сырая капуста или пекинская капуста. Можно взять зеленые листья салата, добавить по возможности огурец, помидор, сладкий перец. Все, что у вас есть. Но порция должна быть вот 250 грамм, максимально 300 грамм, если вы не наедаетесь. Такой салатик можно заправить одной чайной ложкой растительного масла и лимонным соком. На ужин во второй день у меня салат щетка из сырых овощей. Это сырая тертая свекла, затем сырая морковь, сельдерей. Или же, если я не готовила салат из капусты в обед, я добавляю еще обычную нашинкованную белую или синюю капусту. Относительно салата щетка хочу сделать небольшое замечание, потому что есть люди, у которых сырые овощи вызывают метеоризм и неприятные ощущения в кишечнике. Если вы имеете такие проблемы, то этот салат не готовите, а можно приготовить запеченные овощи в духовке или же приготовленные на гриле. Пропорция такая же 300 грамм. Третий день он самый такой разгрузочный, потому что пища очень легкая, но как раз после вот этого дня на четвертый день, если вы будете взвешиваться ежедневно, вы заметите, что больше всего вы потеряете именно после третьего дня. Итак, на завтрак три запеченных в духовке яблока. Если нет возможности там по времени, спешите на работу запекать яблоки в духовке, потому что они запекаются намного дольше, можете их на пять минут поставить в микроволновку. Чай, кофе, тизан приветствуется. Обед. 300 миллилитров любого овощного супа, который вы готовите, только овощной бульон, ни рыбный, ни мясной, но суп должен быть без свеклы. Морковку можно. У меня, кстати, тоже, если поищите, найдете суп для похудения, там и на основе сельдеревья, и на основе овощной смеси. Рецептов девочки много. Можете приготовить тот, который вы готовите. И на обычном питании, если интересны мои рецепты, посмотрите плейлисты диетическое питание или же рецепты для интервального голодания. Там есть несколько вариантов вкусного овощного супа. Тоже чай, кофе, что хотите, можете попить. Не забывайте про воду. И на ужин, в заключительный день, я обычно или же готовлю рататуй, или же делаю кабачковую баклажанную икру, или овощную рагу, или запекаю овощи в духовке. Вот прям кладу на лист, на противень, выкладываю овощи, добавляю травы прованса или там немного розмарина, немного соли. Немножко вот сверху смазываю растительным маслом и через полчасика просто обалденно вкусные овощи готовы. Порция составляет 300 грамм. Ну вот, в принципе, и все. Ничего сложного нет. Ничего, как мне писали мои зрители, или что-то такое простое из простых доступных продуктов, без авокадо, креветок и всего прочего. Надеюсь, что этот трехдневный режим вам поможет или же сдвинуть вес с мертвой точки, или же избавиться от тех килограммчиков, которые никак не хотят уходить. И надеюсь, что эта диета вам так же понравится, так же подойдет, как и диета 2 стакана. Всем желаю прекрасного настроения, эффективного похудения и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok